По факту, горные егеря – это некий немецкий спецназ. Все говорят, что егеря – это егеря, а лучше всего десантники. Люфтваффе, Аса Геринга. Их пытались воспитать как элиту, тренировали как элиту. Но если странно десантников, тех же самых союзников американцев и десантников вермахта Люфтваффе, Люфтваффе, точнее, не вермахта, то американцы на порядок выше, их тренировали лучше. Хотя снабжение у немцев намного было лучше, чем у американцев. Их прям холили, лелеяли, пылинки сдували. А горные егеря посылали самые жесткие участки фронта. Например, наши участки фронта егерей были. Это была Карелия, Норвегия, Кавказ, Прикавказ, то есть где пехота не воевала, потому что егерей готовили специальным образом для преодоления таких вот суровых условий. Тренировали в Альпах, на горных переходах, перевалах. Люди учились выживать в снегу, строить какие-то укрытия из снега. То есть три егеря могли как переночевать? Просто выкапывали такую полосу в снегу, в горах. Каждый садился вот так вот к нему между ног, условно, да? На последний надевал на ноги вот этот рюкзак горный. Ноги все накрывал, и они закрывались вот такой плащ-палаткой, такими цельтами, цельбантами. Накрывались и друг друга грели. И могли просто переждать пургу. Или какой-то там перемет снега. То есть это на самом деле достаточно тяжело. Было минус 20, минус 30. Нам кажется, наравнение, что минус 20, это холодно. Минус 20 в горах, это очень холодно. Это просто невыносимо. То есть когда снег не просто так, он со всех сторон. Он и так, и снизу, и в лицо. И он не такой, как наравнение.